Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Наконец-то мы отторобанили тяжелую пятидневную неделю, и можно немножечко перевести дух. Собственно, сделаем это в компании с новой информацией от разработчиков о технике и оборудке для FS25. В последнее время по пятницам они регулярно нам выдают какую-то партию скриншотов и тизеров. Ну и опять же, эта пятница не стала исключением, так что сейчас и посмотрим, что же они нам сегодня предложили. Начинаем с тяжелого трактора от компании John Deere, модели 9RX. Собственно говоря, что нужно сказать про эту машину? Это тяжелый, действительно очень серьезный трактор, и ценник у него, мягко говоря, недетский 545 тысяч 500 долларов на старте. Ну и разбежка по движкам, сами прекрасно видите, 539 лошадок. Это у нас самый скромный двигатель, но самый топовый и серьезный 691 ЛС выдает. Хоробочка у нас PowerShift, что касается максимальной скорости 40 км в час, ну и объем топливного бака тоже очень серьезный, 1490 литров. А вес нашего исполина такой вот тоже, мягко говоря, недетский, 25,5 тонн. Ну и инструмент, который вы могли видеть рядом с этим John Deere на скриншоте, тоже ему подстать. Это дисковая барана от компании Bednar, модели Swift Ear Disc XE18 400 Mega. Как видите, ребятки, характеристики ну прям вынушают. И стоимость по 200 тысяч долларов у нас на старте, и требований от трактора немного немало. Трактор должен иметь под капотом движочек в 580 лошадок, в противном случае с максимальной рабочей скоростью 18 км в час. Просто так эту дисковую барану по полю не погоняешь. Ну и рабочая ширина также соответствующая 18,4 метра, а вес немного, в общем-то, поскромнее, чем у того трактора, на который мы сейчас смотрели. 21 тонн, но эта дисковая барана весит. Двигаемся дальше. На очередь у нас телескопический погрузчик от компании Monitou MLT 841 145 PS Plus. Что касается нашего устройства, стоимость его в 139 тысяч долларов на старте, касательно его характеристик. Во-первых, обращаем внимание на то, что у нас не самый скромный, точнее, не самый серьезный движочек на 141 лошадку. Но ему, собственно говоря, этому телескопическому погрузчику серьезнее и не требуется. Скромненький топливный бак на 126 литров и максимальная скорость 40 км в час. Правда, опять же, для погрузчика скорость не самый главный показатель. Коробка у него механика плюс Power Shift. А на этого парня мы уже неоднократно смотрели. Собственно, это комбайн для уборки гороха от компании Oxbow EPD 540i. Что касается нашей машины, стоимость у нее порядочная, 571 тысяча долларов на старте. Мощность двигателя у нас 396 лошадок, он у нас один. Коробка у нас вариатор, объем топливного вака в 950 литров. Бункер у нас скромненький, 3,7 куба. Вот такая вот такая несерьезная машина в этом плане. Рабочая ширина устройства также не самая серьезная для подобных устройств. 3,8 метров. Максимальная транспортная скорость 25 кмч, но максимальная рабочая скорость 10 км в час. И еще один самый крайний герой сегодняшней подборки от GenSoftware. Это прицепной кармасместитель от компании Silakin Threadline 4.0 System 1000 Plus. Что касается нашей игрушки, стоимость у нее 80 тысяч долларов на старте. Можно раскачать объем нашего кузова с 35 до 45 кубов. Требуется нам трактор с мощностью движка не менее 240 лошадок, чтобы это все устройство толкать. Ну и сами прекрасно видите, какой вес у нашего устройства без малого 14 тонн. Ну а разумеется смешивает он и фураж у нас, и конечно же моносмесь. Ну и само собой все составляющие этих двух кормовых смесей. Таскает и силы в отдельности, и разумеется и солома, и сену, и минеральный корм он также может отдельно в этом самом кузове перевозить. А у меня, друзья мои, на этом все. Все, что хотел вам показал и рассказал. И разумеется в концовочке, как всегда, самым главным желаю вам и вашим близким только самого надежного, крепчайшего здоровья. Дай бог благополучия вашим семьям, а всем нам по этим непростым временам чистейшего, светлейшего, мирного неба над головой. Друзья мои, разумеется напоминаю, что ссылочку и на мою группу ВКонтакте, и на мой канал на Рутубе найдете в описании к этому видео. Я же заверяю вас, что постараюсь надолго не прощаться, чтобы совсем скоро мы услышались и увиделись на канале просто симулятор, да еще на что-нибудь посмотрели из мира нашей любимой виртуальной фермы. Так что, други мои, до скорой встречи на канале просто симулятор. Пока-пока.